Здравствуйте, я Мария Синицына, грумер. Моя специализация тримминг. Более 25 лет я занимаюсь грумингом жесткошерстных пород собак. В основном это высоконогие терьеры и терьеры Джекрасова. Сегодня мы поговорим с вами о тримминге. И поможет нам в этом лишь терьер Альф. Собаки, кроме своего размера и предназначения, разделяются по типу шерсти. Это собаки с короткой шерстью, длинные, даже голые собаки. Но есть отдельная классификация собак. Это собаки с жесткой шерстью. Что же такое жесткая шерсть? Принято считать, что жесткая шерсть не линяет. На самом деле это не совсем так. Для того, чтобы шерсть собаки покинула ее тело, нужно приложить некоторые усилия. В давние времена, когда становление жесткошерстных пород и выведение только происходило, собаки справлялись с этим сами. Они обдирали ее о камне, о кусты. В современном виде жесткие собаки нуждаются в тримминге. Что такое тримминг? Удаление отмерзшей шерсти путем выщипывания. Именно выщипывание, а не стрижки, потому что это очень важно. Если мы начнем жесткую шерсть стричь, то все функции жесткой шерсти будут постепенно утеряны. Жесткая шерсть очень удобна в содержании. Она меньше пачкается, меньше намокает. От жестких собак, как правило, мало, а то и совсем нет шерсти в квартире. И она практически не имеет запаха. Самый первый тримминг для вашего щенка нужно доверить заводчику или профессионалу. Вы можете обратиться к грумеру, но очень важно, чтобы грумер был хорошо знаком с процедурой тримминга. Именно качественного тримминга, выщипывания шерсти. Впоследствии владельцы жесткошерстных собак могут сами обучиться этой нехитрой процедуре, но очень важно, что научить их должен человек, который сам хорошо знаком с процедурой тримминга. Тримминг это основной уход за жесткой собакой. Проводить его нужно как минимум два раза в год, как естественная линька. Тримминг это удаление отмерзшей шерсти путем выщипывания. Можно проводить его руками, но удобнее проводить с помощью специального ножа. Это так называемый тримминговочный нож, который помогает захватить пучок шерсти, удерживая ее пальцем и постепенно удалить. Давайте мы сейчас попробуем. Я покажу вам, как это сделать. Придерживая шерсть чуть выше места, которое мы триммингуем, захватываем небольшой пучок шерсти и тянем параллельно телу собаки на себя. Очень важно, что эта шерсть должна удалиться именно с корешками. Не обрезаться, а именно удалиться. Постепенно так триммингуем и можно выщипать всю собаку. Эта собака достаточно часто триммингуется, потому что эта собака готовится к выставкам. Но, тем не менее, всегда на любой жесткой собаке есть, что удалить. Потому что шерстины созревают неравномерно и всегда есть шерсть, которая готова покинуть тело собачки. За несколько буквально минут мы выщипали некоторое количество шерсти. Конечно, поначалу лучше это все доверить профессионалам, но постепенно хозяин может сам научиться это делать. Вот этот тримминг, основной уход, он должен, как я уже сказала, проводиться минимум два раза в год. Чем чаще проводится эта процедура, тем лучше выглядит собака. Но в перерывах между основным уходом и триммингом хозяин сам должен ухаживать за собакой. Конечно, собаку обязательно надо мыть. Мыть собаку необходимо по мере загрязнения, но не меньше, чем раз в три недели. Для повседневного ухода я рекомендую использовать бессульфатные шампуни. В своей практике я использую шампуни Ивсан Бернар. Для подготовки собаки к выставке, в частности вот этой собаке, я использую икорную линию также Ивсан Бернар. Шампунь и обязательно бальзам. Вообще при мытье обязательно использовать бальзам всегда. Есть еще один продукт, тоже, кстати, фирмы Ивсан Бернар, который я с удовольствием использую. Это шампунь без смывания, потому что жесткошерстные собачки, они, как правило, это терьеры или шнауцеры, они такие очень активные и могут, например, в поездке или на выставке внезапно как-то испачкаться. И тогда вам может помочь сухой шампунь. Он в виде пены, он наносится, и просто сохнет, и собака очищается. Как за каждой собакой должен быть уход, обязательно надо стричь когти. Для этого вам понадобится когтерез. И, в общем-то, безболезненно собачке можно стричь когти. Очень часто хозяева боятся поранить собаку, то есть со стричь до крови. На самом деле, этого не стоит бояться. Это очень быстро прижигается специальной кровоостанавливающей пудрой и совершенно без всяких последствий. Но пудра под руками должна быть всегда, на всякий случай. Обязательно нужно проверять уши собак. У жесткошерстных собак очень часто в ушной раковине растет много шерсти. Ее надо удалять. Для этого мы аккуратненько насыпаем пудру специальную, которая помогает захватить шерсть ненужную, и ее постепенно удалить. Это нужно для того, чтобы не забивался ушной проход шерстью. Собаки, конечно, не очень это любят, но постепенно с помощью пудры они это достаточно хорошо переносят. Обязательно нужно чистить уши собак с помощью лосьона. Наливаем в ушко лосьон. Обязательно массируем его и излишки удаляем ватным тампоном. Ни в коем случае не надо влезать внутрь уха ватными палочками. То есть только то, что на поверхности. Все удаляем. Все остальное собака вместе с лосьоном, когда будет трясти ушами, она удалит эту ненужную грязь. Часто в глазах скапливаются, в уголках глаз скапливаются засохшие слезки, там что-то такое. Это мы тоже удаляем обязательно разными тампонами для каждого глаза. И всегда, если какие-то есть проблемы с ушами или глазами, излишнее выделение, выделение какого-то такого темного цвета, обязательно надо обратиться к врачу. Это очень важно. Уход за шерстью. Для ухода за шерстью нам понадобится щетка, которая называется пуходерка. Она может быть разного варианта. Побольше, поменьше. Массажная щетка. Гребень с редкими и частыми зубчиками. И щетка из натуральной щетины. Она может быть тоже разного варианта, разного размера. Начинаем расчесывать собаку. Обязательно перед расчесыванием собаки надо увлажнить шерсть, потому что сухая шерсть очень уязвима. Она очень обламывается, сечется, и мы можем вообще потерять весь прекрасный шерстный покров украшающий. Обязательно подходящим лосьоном мы увлажняем. Если нет лосьона какого-то специального, можно использовать даже просто воду. Но надо понимать, что сухую шерсть ни в коем случае чесать нельзя. Я использую Atami H270. Это итальянская фирма Ивсан Бернар косметическая. У него замечательные свойства. Он расчесывает, кондиционирует шерсть. Он вообще улучшает внешний вид. Начинаем расчесывать пуходеркой. Если есть какие-то колтуны, то их надо побольше увлажнить. У этой собаки нет колтунов, поэтому мы просто побрызгали ее и начинаем расчесывать. Пуходеркой против роста шерсти. Аккуратными движениями расчесываем, как бы начесывая вверх шерсть. Мы достаточно мало потратили на это время, но если собака имеет какие-то колтуны, или какие-то у нее веточки, палочки, кравки застряли в шерсти, надо более тщательно расчесать. Мордочку я расчесываю массажной щеткой. Потом, когда будет уже прочесана шерсть достаточно хорошо пуходеркой, мы начинаем расчесывать редким гребнем. Сначала мы это делаем редким гребнем, потом более часто. То есть вот собака, в общем-то, прочесана до основания. Везде хорошо проходит гребень, значит, у нас не осталось никаких колтунов и испутанностей. Все собачка у нас прочесана. Можем побрызгать ее еще лосьоном. И окончательно, финишно ее прочесать щеткой из натуральной щетины. Это улучшит ее кровообращение, отполирует шерсть и вообще улучшит внешний вид. Пригладит все. Собаки очень любят именно щетки из натуральной щетины, потому что действительно у них массаж. Они получают массаж. Можно использовать еще финишный блеск. Собачка будет выглядеть очень ухоженной, яркой по цвету. И в сочетании с массажем ей будет очень приятно. Вот таким несложным повседневным уходом мы можем сделать вашу собаку выглядящей хорошо и радующей глаз ваш и окружающих ее людей. В завершении процедуры ухода за собакой, для того чтобы создалось впечатление, что она для собаки приятна, эта процедура, мы можем почтить собачку лакомство. Так собака запомнит это и будет с нетерпением ждать следующей процедуры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok